В эфире GS Times Hightech Автомобиль, которому не страшна армия зомби Израильская армия в ожидании апокалипсиса Трепещите бактерии, грядет новое поколение антибиотиков 800 метров в секунду, китайцы пытаются создать в метро сверхзвуковые скорости iPhone следит за китайцами, чем обеспокоены власти Поднебесной Об этом и многом другом уже сейчас Всему миру известна уникальная способность жителей Тибета Спокойно проживать на высоте более 4000 метров над уровнем моря Как показали недавние исследования ученых Калифорнийского университета в Беркли И тем уроженцы Тибета обязаны гену Который достался им в наследство от вымерших примерно 40-50 тысяч лет назад Человекообразных существ, живших по соседству с их предками Случай поистине уникальный Поскольку прежде учеными не были зафиксированы подобные факты Когда нечеловеческий ген помог человеку адаптироваться в экстремальных природных условиях По всей видимости, скрещивание произошло на территории высокогорного плата в Тибете Куда после исхода из Африки пришли древние люди Представителями параллельной цивилизации считаются денисованс или денисовцы По мнению профессора биологии Расмуса Нильсона Только они обладали геном ЭПАС-1 Часть которого до сих пор сохранилась у современных тибетцев Благодаря этому уникальному гену Их организм может регулировать образование эритроцитов в условиях дефицита кислорода А также выполнять важные функции в период развития сердца эмбриона В последние дни СМИ Китая наперебой обсуждают тему национальной безопасности страны Которой, оказывается, весьма угрожают смартфоны iPhone Изделия Apple, разошедшиеся по всему миру миллионными тиражами При ближайшем рассмотрении оказались хорошо замаскированными жучками Способными отслеживать местонахождение их владельцев Стоит вам всего-навсего активировать функцию Frequent Locations И заинтересованные лица будут в курсе относительно вашего домашнего адреса Места работы, а также адресов друзей, знакомых, посещаемых ресторанов, магазинов и так далее По мнению экспертов, зная такие данные в масштабах страны Нетрудно оценить экономическую ситуацию И даже получить доступ к сведениям закрытого характера Поэтому можно понять озабоченность китайских СМИ Не без основания полагающих, что тысячи пользователей iPhone в Поднебесной Находились под пристальным вниманием американских спецслужб О чем, собственно, год назад поведал всем по секрету бывший агент АНП Эдвард Сноуден Кстати, Apple — далеко не единственная компания США, заподозренная в незаконной деятельности против КНР Там уже неоднократно блокировались некоторые сервисы Google, доступ к социальным сетям Twitter и Facebook Показательной мерой стал жесткий запрет правительственным структурам На использование компьютеров с операционной системой Windows 8 Тем временем китайцы всерьез занялись разработкой поездов, которые могли бы перемещаться быстрее скорости звука Сейчас самым перспективным транспортом будущего считаются поезда на магнитной подушке Не так давно в Китае поезд «Шанхай Маглев Трейн» сумел разогнаться до 430 км в час Однако этот рекорд был побит его японским собратом — Маглев Л.О., который преодолел рубеж в 500 км в час И все же у этих рекордсменов есть свои проблемы и пределы Дело в том, что до 83% энергии они затрачивают на преодоление сопротивления воздуха Профессор Дэн Зигэнг из Университета Чанду совместно со своими коллегами разработал оригинальную технологию под названием «Супер Маглев» Ее реализация позволит в дальнейшем магнитным поездам мчаться со скоростью более чем в два раза превосходящей скорость звука В соответствии с этой технологией поезда будут перемещаться внутри герметичного тоннеля, где будет создан частичный вакуум Полученное таким образом разрежение многократно минимизирует сопротивление воздуха и позволит развить скорость до 3000 км в час А это, только представьте, примерно 800 метров в секунду Опытный образец транспортной системы будущего под названием «Evacuated Tube Transport» уже построен Внутри тоннеля создано давление в 10 раз ниже наружного атмосферного Правда, о запредельных скоростях говорить еще рано Прямо сейчас скорость локомотива не превышает 25 км в час Что объясняется размерами системы и малым радиусом поворота Но у изобретателей все впереди В мегаполисах большинство людей отлично знают, что такое автомобильные пробки Зачастую страдает и общественный транспорт, а метро есть не везде и не всегда удобно им пользоваться Среди множества вариантов решения этой проблемы большой интерес представляет совместный проект НАСА и частной компании SkyTrend Которые разрабатывают уникальную монорельсовую железную дорогу Однако вместо привычных скоростных поездов по ней будут курсировать небольшие двухместные капсулы, передвигающиеся по принципу магнитной левитации Рельсы и вся необходимая инфраструктура будут крепиться на 6-метровых опорах Основные элементы монорельсовой дороги изготовлены из композитных материалов, отличающихся легкостью и прочностью Пилотный вариант предполагается запустить в Тель-Авиве уже в следующем году Он станет действующей альтернативой метро, от строительства которого в Тель-Авиве отказались по ряду причин В начале капсулы будут двигаться со скоростью 70 км в час, которая в дальнейшем возрастет до 250 км в час Длина опытной линии составит немногим более полутора километров Если испытания пройдут успешно, ее продлят до 7 километров Когда SkyTrend заработает на полную мощность, то сможет обслуживать до 12 тысяч пассажиров в час В аэропорту Дюссельдорфа появился новый необычный вид сервиса Теперь пассажиру, решившему поставить свой автомобиль на автостоянку, не обязательно делать это самому Поскольку за него это сделает робот по имени Рэй Один из авторов проекта, Томас Нагель, убежден, что внедрение услуг робота дает солидную экономию времени и денег Одна из главных задач, которая стояла перед разработчиками — оптимизация пространства, с которой они успешно справились Рэй в состоянии обслужить стоянку на 249 мест Робот Рэй стал воплощением последних достижений инженерной мысли При его создании было разработано специальное программное обеспечение и особые лазерные датчики Робот действует как автопогрузчик, перенося автомобиль на место, соответствующее его габаритам Он рассчитан на 3,5 тонны В настоящее время робот проходит обкатку на сравнительно небольшой стоянке И если она окажется успешной, то его будут использовать и в других аэропортах Заказать услугу можно будет, используя специальное приложение для смартфонов Заказать услугу можно будет, используя специальное программное обеспечение В протяжении долгих лет основным военным автомобилем в американской армии был небезызвестный Хаммер Но похоже, что сейчас ему придется потесниться Израильская компания Israeli Military Industries разработала новую машину для нужд армии, которая называется Combat Guard Бронированный четырехколесный Combat Guard имеет мотор General Motors Diesel мощностью 300 лошадиных сил И, как сообщается, без труда проедет сквозь толпу зомби, если до этого дойдет Также броня защитит автомобиль от мин, огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств Внутри машины с относительным комфортом смогут разместиться до 8 человек Для дополнительной защиты Combat Guard оснащен электронной системой Bright Arrow Которая способна отклонять или уничтожать самонаводящиеся снаряды до того, как они достигнут цели Впрочем, иногда лучшей защитой может быть быстрое отступление И тут Combat Guard тоже демонстрирует впечатляющие результаты Максимальная скорость автомобиля на шоссе составляет 150 км в час А на пересеченной местности снижается до 120 км в час Также машина может спускаться под уклоном в 70 градусов Форсировать реки глубиной до полутора метров И преодолевать препятствия высотой до 75 сантиметров Так что вполне вероятно, что в скором времени в фильмах про зомби Американская армия будет кататься на совсем других автомобилях Кто из нас в детстве не мечтал о плаще невидимки? А ведь в будущем эти мечты вполне могут стать реальностью Благодаря открытию новых метаматериалов Их свойства, по большому счету, обусловлены не столько характеристиками составляющих элементов Сколько искусственно созданной периодической структурой Немецкие ученые из технологического института Карлс-Руэ Конечно, невидимую одежду еще не создали Но сделали в этом направлении важный шаг Они открыли материал с кристаллической структурой Состоящей из множества крошечных игловидных конусов Он позволяет сделать практически любой объект неосезаемым В ходе тестирования ученые покрыли созданным материалом твердый цилиндр Который легко можно нащупать под слоем губчатого материала или хлопка Благодаря уникальной структуре антиосизательного материала, которая перенаправляет силы касания Тактильно определить наличие скрытого цилиндра не представляется возможным Согласитесь, такой материал будет незаменим при создании полноценного плаща-невидимки Только вот когда это произойдет, сказать пока сложно История создания антибиотиков насчитывает без малого 75 лет Сегодня это один из самых многочисленных и доступных видов лекарственных препаратов Что, как это ни парадоксально, делает антибиотики с каждым годом все менее эффективными Причина их бесконтрольное применение и способность бактерий адаптироваться к ним Самый, пожалуй, яркий тому пример — возбудитель туберкулеза, который стал практически неизлечим За прошедшие десятилетия у большинства инфекционных бактерий сформировалось три уровня защиты Первый уровень — маскировка Бактерия, изменяя свою структуру, как бы притворяется ветошью, и антибиотик перестает ее замечать Второй уровень представлен особой защитной оболочкой, которая оказывается не по зубам лечебному препарату И на третьем уровне бактерия всасывает его подобно насосу, после чего выплевывает, предварительно нейтрализовав с помощью особых ферментов — энзимов Недавно микробиологи Жером Гиемон и Коэн Андрис создали уникальный антибиотик — бедокилин Механизм его воздействия на бактерии заключается в блокировке энергетической подпитки, что неизбежно приводит к их гибели И самое главное — близнетворные бактерии абсолютно беззащитны перед бедокилином Еще один препарат, созданный японскими учеными в 80-е годы — лактивицин, успешно борется с пневмококковыми бактериями, содержащими лактамовое кольцо Основная проблема лактивицина — высокая токсичность, которую ученые со временем наверняка преодолеют Итак, наука стоит на пороге создания принципиально новых видов антибиотиков, с помощью которых борьба с инфекциями станет вновь эффективной А это были все новости из мира высоких технологий на сегодня До новых встреч по GSTV